друзья я рад вас приветствовать на канале mehod как все вы знаете технологии не стоят на одном месте и в продаже появляются все больше и больше электромобилей к примеру вот китайский электромобиль бит это у нас пятиместный кроссовер полностью электрический недавно мы его с вами уже обозревали поэтому заострять внимание на нем не будем ссылочку я прикреплю в описании к этому видео на обзор этого автомобиля более детально изучим mercedes-benz EQV300 это полностью электрический минивэн машина 2020 года выпуска с пробегом в районе 30000 километров сколько стоит и какими техническими характеристиками обладает данный микроавтобус давайте смотреть здесь мы видим электромотор мощностью 204 лошадиных силы коробка автоматическая тип привода передний кузов автомобиля обтянут пленку поэтому цвет матовый в таком исполнении минивэн смотрится просто шикарно мне он нравится передняя оптика светодиодная центральной части мы видим ходовые огни тонкая изящная линия вид спереди легкосплавные колесные диски на 17 передняя подвеска типа macpherson сзади у нас независимая многорычажка на пружинах вид сбоку дисковые тормоза на задней оси задние фонари комбинированные светодиоды задний ход на лампах заглянем в багажник пятая дверь у нас с электроприводом нажимаем кнопку и огромная лопата поднимается вверх довольно таки быстро вот так вот выглядит багажное отделение в автомобиле три ряда сидений сиденья кстати можно убирать они легко отстегиваются сумки мы видим кабель для зарядки аккумуляторные батареи расположились под полом пассажирского отделения пятая дверь закрывается с кнопки нажали и крышка у нас довольно таки шустро закрывается боковые дверцы сдвижные с электроприводом тянем на вся ручку и дверь автоматически открывается все удобно на втором ряду два раздельных капитанских кресла регулируются они механически отделка сидений комбинированная алькантара кожа как видите есть подлокотники они также регулируются по высоте само кресло регулируется механически в потолке встроен пульт управления климатической системой климат здесь трехзонный чтобы разместиться на третьем ряду сидений сиденья второго ряда откидываем вперед и проходим на третий ряд третий ряд у нас трехместный здесь отделка кожей есть органайзер есть динамик от аудиосистемы аудиосистема mbooks довольно хорошая возвращаем сиденья второго ряда на место дверь закрывается довольно таки просто тянем на себя ручку и она автоматически заезжает на свое место крутяк да заглянем на передний ряд сидений зеркалах мы видим датчики мониторинга слепых зон сзади вот этот треугольничек он загорается оранжевым светом когда есть помеха справа при перестроении вот так вот выглядит дверная карта со стороны переднего пассажира отделка комбинирована верхней части у нас кожа здесь алькантара снова кожа ниже уже идет пластик скромный органайзер и уже довольно таки широкий органайзер на мой взгляд дверной проем довольно таки узковатый кресло переднего пассажира регулируется механически есть обогрев он кстати у нас трех диапазонный нижняя часть проприза отделана алькантарой с натуральной прострочкой как на ваш взгляд такое решение напишите в комментариях крышка перчаточного ящика с микролифтом здесь мы видим вставку из карбона верхняя часть отделана кожей с натуральной прострочкой заглянем на рабочее место водителя отмечу что двери без доводчиков на дверной ручке мы видим бесключевой доступ вот так вот выглядит дверная карта со стороны водителя блок управления электростиклоподъемниками боковыми зеркалами боковые зеркала с электроскладыванием там где раньше у нас была топливная горловина теперь видим заглушки электророзетка для зарядки батарей расположилась в переднем бампере с левой стороны вот здесь кресло водителя регулируется за счет механических регулировок здесь же мы видим подлокотник который регулируется по высоте вид на рабочее место водителя присядем за руль вот такая у нас обстановка за рулем полностью электрического минивэна mercedes-benz и киви 300 мультируль здесь отделан кожей приятный по тактильным ощущениям довольно таки толстый рулевая колонка регулируется по вылету и углу наклона механический щиток приборов комбинированный центральной части встроен жк монитор бортового компьютера здесь мы видим пробег на автомобиле 31 1781 километр мультимедийная система нас с обзорностью 360 градусов и навигации также можем подключить телефон послушать радио установить свой носитель посмотреть состояние электрических батарей выйти в интернет и автомобильной установки климат как я уже сказал здесь 3 зоны жойстик управления мультимедийной системой ниже расположились подстаканники ниша для телефона беспроводной зарядки нет mercedes-benz и киви 300 способен проехать на полной зарядки аккумуляторной батарей 400 километров заряжаются батареи как от обычной розетки 220 вольт так и от специализированные электрозаправки если будем заряжать дома от розетки 220 вольт уйдет примерно 15 часов на зарядку аккумуляторных батарей от специализированной станции примерно полтора часа сколько стоит данными не вен пойдемте смотреть а продается семиместный минивэн за 8 миллионов 500 тысяч рублей но как вам друзья и киви 300 пишите в комментариях на этом у меня все до новых встреч